Продолжение следует... 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 Ну и как духовная температура? Да, слава Богу, земную отелье Божье в твердость и на правильную пути. Милый мой человек, у тебя опасная болезнь, называемая самоуверенность, и нужно немедленно приступить к лечению. Каждый день нужно проводить в смирении, помня падение одного ученика из слова апостола Павла. Кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. До свидания. До свидания. Врачи тоже ошибаются. Доктор, у меня с гортами в татерном порядке. Я тюре закричу дома, дома в школе, и даже посередине друзей. Если хочу, что это доказать, всегда перехожу на крик. Есть болезнь скрытая, а есть явная. Вот у вас как раз болезнь явная, так как все могут ее видеть, вернее слышать. Эта болезнь излечивается добрым отношением к ближнему. И слово апостола Павла мы узнаем, что кто хочет быть добрым и сострадателем, кто должен быть добрым и сострадателем к своим ближним. Помните еще то, что слова мудрых, высказанные спокойно, выслушивают лучше, чем крик ластерина. Экклесиаста 9.17. До свидания. До свидания. Доктор, мое большое место – подражание миру. В основном это мода, в которых я не отстаю. Да, сейчас убеди имя эти болезни. Кто-то сказал, когда глупость принимает эпидемический характер, ее называют модой. Лучше, если одежда будет соответствовать более совести, нежели телу. Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими. А если христиане будут подражать миру, то узнает ли нас Христос и признает ли нас своими? Размышляйте об этом, когда будет появляться желание подражать миру. Помышляйте о том, как мне было видо и величие на Голгофе, чтобы христиане были людьми не от мира сего. Поговорю, что мы поняли, но не к чему я призвана. Отныне я не желаю подражать миру. Здравствуйте, как так? Здравствуйте. Вы, кажется, уже были здесь. Да. Ну и какой вам дистанет диагноз? Небрежность. Как вы себя сейчас чувствуете? Немного лучше, но все еще проявляется небрежность. Да, это занято. А что это у вас за книга? Духовная литература. Книга-то хорошая, но отношение к ней ведем плотское. Вот, послушайте, здесь хороший стих. Небрежность во всех проявлениях, и в деле большом или малом, от высших святых идеалов. Она под покровом невинности, ее как ссор нужно выместить, но с нею живут погружаясь. Заметны следы ее грязные, везде, где порядка не видно. Откуда и выводы ясны, небрежно быть очень стыдно. И в Слове Божьем сказано. Второй формат, номинант, 29 глава, 11 стих. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь служить ему. Излечиться от этой болезни легко. Нужно полюбить чистоту и порядок во всем, что относится к телу и душе. И потом поддерживать этот порядок, поскольку это в ваших силах и возможностях. Ну хорошо, отныне я буду прилагать к этому старанию. До свидания. До свидания. Дрался, тебе как ваше время? Самолюбов. Расскажи, ты на что жалуетесь? Я не знаю, что со мной. На час бывает боль, когда другие ко мне относятся без любви. Ведь сказано в Писании, что мы любили друг друга. А скажите, как вы относитесь к другим? Не могу еще любить других, когда меня не любят. Все ясно. Вы больны самолюбию. И когда ваше самолюбие раздается, вам становится больно. Эта болезнь как разъедает все человечество. Апостол Павел говорит, что в последнее время люди будут самолюбивы. Берегись, если любовь есть самосожжение. И слава Богу, что сегодня, не узнав причину своего заболевания, тебе легче будет освободиться. До свидания. До свидания. Проходи. Доктор, я больно и равнодушна, и без нас личности стала относиться к призывам и предупреждениям Слова Божьей. Помните, первые дни были дни горения. Хотела жить, работать ради Иисуса. А теперь мне кажется, что от моей веры осталась только обрядность. Да, как жалко, что молодые души, которые могли бы быть сильными и побеждать луфавы, срезают равнодушие. Но вы можете излечить это от своей болезни. Хорошо, что вы осознаете свое недовольное состояние и желаете от него избавиться. Этому нужно еще глубокое согрушение перед Господом и горячее желание ответить Господу любовью на Его любовь. Подумайте, если бы не был к вам равнодушен, подошел до нас на Голгофу. Сейчас пройду, сверю дверь с собой и буду вызвать Господу о своем состоянии. Да поможет вам Господь и всегда излечиться от равнодушия с Богом. Доктор, у меня нехорошая болезнь, что стыдно им признаться. Я более ложный. Началась эта болезнь с малого. Бывает в разговорах с родными, с друзьями. Скажу неправду, шутя, а потом создаю себя. А после стал говорить неправду, не сознаваясь. Скажите, вы бы хотели иметь что-то общее с дьяволом? Нет, конечно. Так вы знаете, что дьявол, слава и божьей, называется отцом лжи. Всякие лжецы содействуют дьяволу в распространении лжи, которые ныне поражают людей, от малого до большого. Но христиане должны помнить, что всякая неправда есть грех. Примите же совет Слова Божьего. Отвергнувши ложь, говорите истину друг другу. Благодарю вас за это напоминание. А ты не явно всегда хочу отвергнуть ложь и подвязаться за правду и говорить правду. До свидания. Я недавно читала книгу жизни и обратила внимание на 72-й псалом, где псалом Певец Давид говорит, что чуть не пал из-за того, что позавидовал другим. При свете Слова Божьего я заметила и в себе эту болезнь. Я часто завидовала тем, кто хорошо устроил свою жизнь. А когда подхожу к зеркалу, у меня много додевает чувство досады, что я не такая красивая, нарядная друг другу. Примудрый Соломон, вот видите, когда человек с духовного здоровья, ему больно смотреть на горе других. А когда сердце исполнено зависти, ему тяжело смотреть на благополучие других. Соломон говорит, что зависть — это гниль костяк. Вы знаете, что это гниль костяк? Это что-то нехорошее. Это костный туберкулез. Вы наверняка видели людей, которые сильно хромают, только только колени не сибаются. Да. У этих людей было в них костяк. Потом делали операцию, гниль удаляли, измокали суставы. Так вот, если вы не хотите всю жизнь хромать и падать на скользких путях, то последуйте примеру того же псалмопевца. Он оставил этот опасный путь и настолько прибился к Богу, что сказал, кто мне на небе и с тобой ничего не хочу на земле. Слава Богу, что окруженка избавится странной болезнью. И с вами. Господа. Знаете, доктор, я как-то стояла в очереди и слышала, как медсестры в дежурке говорили, что вы ему строгий нравятся, окружающие их работы и так далее. Так вы пришли на прием, чтобы рассказать не могу, что? Нет, между прочим, сказала. А вообще-то я этим и больна. Если что услышу, особенно если это очень секретно, то так охота кому-то рассказать? Все? Всё? Всё? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok До свидания Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 ПЕСНЯ 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 Силеное навеска, претра радость со слезами на глазах. С Дима-Мили! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...